Дыры в полу и стенах, пустые глазницы окон, гуляющие по коридорам ветер. Сразу два заброшенных здания расположены недалеко от центра города. И если одно пустующее общежитие стоит на границе микрорайона Северный, то другие разваленные и вовсе соприкасаются с жилой половиной дома. Бывшее общежитие не просто заброшено, не находится в аварийном состоянии. Постепенно каркас дома разрушается, блоки начинают расходиться. Здесь мы видим это наглядно. Рано или поздно конструкция может просто рассыпаться. И не дай бог в этот момент в здании окажутся люди. А люди в основном молодые. Судя по надписям, в этих помещениях бывают и довольно часто. Доступ к заброшенной здания свободный. Нет ни решеток, ни ограждений, ни деревянных щитов. И ситуация не сдвигается с мертвой точки. Вы знаете, я здесь живу 10 лет. Я приехала, но уже было в таком состоянии. Очень давно стоит это заброшенное здание. И там можно все, что хочешь ожидать. Ребятишки там всегда балуются, играются. Это очень опасно. И это не пустые опасения. Местные ребятня, в основном мальчишки, частые гости заброшенных зданий. Еще бы столько места для игр и развлечений. В том числе и на грани. Школьники и не скрывают, что выпрыгивали из окон второго этажа. И не только. То есть прямо там, в этом заброшенном здании была торзанка? Да. Нет, на балкон на третьем этаже была привязана. На третьем этаже висела, а на канадский канад был. Ситуацию контролируют полицейские, но повлиять на процессы разрушения стареньких общежитий они не могут. Участковым и уполномоченным полиции, которые обслуживают данную территорию, на постоянной основе проводятся ежедневные профилактические обходы обслуживаемой территории. В том числе и посещаются эти пустующие здания. В ходе профилактических осмотров также преступлений административных правонарушений не выявлялось. Администрация города ситуацию с заброшенными пятиэтажками не комментирует. По некоторым данным, здание находится в частной собственности. Но почему до сих пор никто не побеспокоился о том, чтобы совсем закрыть в них доступ или хотя бы огородить забором, неизвестно. Александра Репьева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости. Новости. Корредактор субтитров А.Семкин